то проторговаться и получить эти поля должен был некий господин Рихтер, владелец ИП Рихтер. Практически исчезли из ассортимента, по крайней мере, не превалируют в ассортименте фермерские продукты. В общем, конечно, все очень странно. Казалось бы, бизнес, а на самом деле одни убытки. Как я уже и говорил в предыдущих передачах, у нас накопились некие долги по сюжетам, которые мы обещали сделать. Много очень вопросов было, почему мы перестали говорить о Министерстве сельского хозяйства, министре Фазрахманове и всех обстоятельствах, которые сопутствуют его деятельности. Так вот, мы не перестали об этом говорить, мы говорим. И сегодня у нас будет две истории, которые непосредственно касаются Фазрахманова. И вот в этом блоке из трех историй будет еще история про Туймазы, которая касается, если не Фазрахманова, то тоже земли. Но начнем с всеми нами любимого города Довлеканово и про историю, которая началась в 2016 году, тогда, когда Фазрахманов пришел управлять Довлекановским районом. Мы много говорили о последствиях, которые наступили для района по результатам его управления. И вот еще одна история с тех же времен. Предшественник господина Фазрахманова Бекбулатов был мужчина весьма вольного отношения к государственному и униципальному имуществу. И произвольно раздавал в пользование земли района. В частности, руководимый МТС Зерганский, руководимый братом бывшего главы Бекбулатова, получал в практически безраздельное пользование поля и земли района. И вот, например, он, этот брат главы Бекбулатова, обрабатывал семь полей, которые ему брат, в свою очередь, выдал в пользование. Когда господин Фазрахманов пришел управлять районом, он это дело все обнаружил и вроде как начал наводить порядок, выставляя на торги право аренды этих земель. В том числе были выставлены и земли, незаконно обрабатываемые в прошлом Зерганским МТС, который к этому моменту уже начал банкротиться. Торги прошли, и вот эти 350 гектаров, 7 полей по торгам выиграл начинающий фермер Кудаяров Альберт Ильгизович, в прошлом участник боевых действий, человек заслуженный перед страной, и вот пытающийся заняться фермерством. Ну, выиграл и выиграл, вроде как, казалось бы. Но дальше началось странное. Заключив договор аренды, господин Кудаяров отправился в Росреестр, местное отделение Росреестра, регистрировать этот договор, чтобы полноправно быть арендатором этого поля и этих семи полей в общем, и начать их обрабатывать и ими пользоваться. Однако он столкнулся с загадочным препятствием. При участии председателя районного КУМСа, госпожи Гайсиной А.Ф., КУМС почему-то подает требование заблокировать права регистрации на эти поля, и фактически заблокировал возможность господину Кудаярову получить право на пользование этими полями, хотя он оплатил все необходимые суммы по конкурсу и так далее. Более того, мотивацией КУМСа, причиной, по которым якобы КУМС требует заблокировать право на пользование этими полями, было то, что господин Кудаяров не заключил договора аренды. Но господин Кудаяров именно в этот момент с заключенными договорами прибыл в Росреестр. В общем, тут началось странное. И выясняется, в чем причина. Оказывается, одно из этих полей было уже засеяно, нелегально засеяно вот этим зерганским МТСом, и во глубине Довлекановской администрации созрел гениальный план. Так как по факту и до юра эти посевы никому не принадлежат, то проторговаться и получить эти поля должен был некий господин Рихтер, владелец ИП Рихтер. И в неком сотрудничестве, назовем это так, с госпожой Гайсиной и господином Фазрахманом, они должны были обработать эти поля, собрать фактически чужой урожай и получить достаточно приличную прибыль. По тем временам это было от полутора до двух миллионов рублей с каждого поля, и почему-то этот план не сработал. Господин Кудаяров встал поперек их дороги, и началась вот эта вот игра. Дальше началось совсем смешное и интересное. При наличии официально состоявшихся торгов на право аренды, при наличии на руках у господина Кудаярова договоров этой аренды, и при наличии полного противодействия Кумса и Росреестра вступлению в законные права, на фоне всего этого начались тяжбы. Кудаяров, естественно, написал претензию, написал требования, написал заявление в прокуратуру и так далее. Господин Самарин, как юрист, ему помогал это делать. Тем временем ИП Рихтер выходит на эти поля, урожай уже созрел, рожа заколосилась, как говорится, убирает это зерно, причем там была такая конфликтная ситуация прямо на полях, то есть люди выезжали, пытались противодействовать этому всему, и урожай исчезает. Куда делись деньги? Кто кому что продал? Так до сих пор и неизвестно. Значит, ни ИП Рихтер, ни госпожа Гайсина, ни тем более возвышавшиеся в тот момент над всем этим беспределом в районе господин Фазарахманов не понесли никакой ответственности. До сих пор этот ущерб как бы существует, и никакого решения по факту принято не было. В Довлекановском районе разгорается новый скандал. Как выясняется, вот уже сейчас, на позапрошлые и прошлых неделях, один из пайщиков, владельцев паевых земель получил пользование у своих коллег паи и, не заручившись их согласнием, передал в долгосрочную аренду целиком всю землю одного из сельсоветов в долгосрочную аренду крупному свиноводческому хозяйству. Вот здесь возник скандал. Люди собрались, люди начали шуметь, люди потребовали отмены этих всех решений, и запахло жареным. И мне стало известно, что на прошлой неделе господин Фазарахманов лично стал обзванивать фермеров этого района, упрашивая фактически их не поднимать шум, не писать в интернетах, нигде ничего не говорить. Он обещает всем откатить эту ситуацию обратно, вернуть земли паевые в пользование законных владельцев, вплоть до того, что господин Фазарахманов договорился, что он теперь еще и уволит фактически главу района и заменит его на более подходящего, по слухам, на господина Арсланова, который возглавляет хлебокомбинат номер один. Здесь уже, конечно, совсем возмутительная история. Фазарахманов по факту присваивает себе полномочия главы региона, а именно господина Хабирова, потому что все-таки у нас все еще глава региона назначает и увольняет глав районов, а вовсе не министр сельского хозяйства или даже не вице-премьер. В общем, судя по всему, дела Фазарахманова в Давлекановском районе плохо, потому что, судя по вот этой истерической реакции на конфликт с паевыми землями, здесь что-то такое очень криминальное произошло. Я думаю, что нужно к этому привлечь пристальное внимание правоохранителей, потому что очевидно, что речь идет о какой-то очень опасной и очень вредоносной операции. В общем, нужно на эту штуку обратить внимание. И еще одна история, непосредственно связанная и с Минсельхозом, и с Фазарахмановым, и с тем, что мы уже однажды рассказывали. Я говорю о тех кооперативах потребительских, которые в безумном количестве были созданы господином Фазарахмановым для того, чтобы стать чемпионом России по количеству потребительских кооперативов. Очень важна дальнейшая судьба этих странных образований, как они живут, развиваются, умирают или добиваются успеха. И, как говорится, мир не без добрых людей. Мы уже упоминали госпожу Байкову Елену, которая сыграла очень заметную роль во всей этой истории с фальсификацией вот этого кооперативного движения в рамках действий Минсельхоза. Так вот, мы уже говорили, что госпожа Байкова тоже лично поучаствовала в этом кооперативном движении, создав кооператив, возглавив его и получив, собственно, один из грантов, ради которых все это и затевалось. Так вот, на базе этого кооператива, который создала госпожа Байкова, оказывается, открылся фермерский магазин в городе Уфе. Казалось бы, ну, надо аплодировать. Это прекрасное начинание, очень европейское, очень цивилизованное. На улице Пушкина открылся довольно большой фермерский магазин. Туда сразу же приехал Фазарахманов. Мы помним все эти видеокадры, как он с восторгом бегал между прилавками, охал и ахал, трогал руками сыр, тряс молоко и говорил, надо же, надо же. Прошло не очень много времени. В этом кооперативе изначально состояло 15 участников. Все они приняли участие, естественно, в финансировании и в создании этого фермерского магазина. Все они где-то там за скобками занимаются сельским хозяйством и производят какие-то продукты. Первоначально магазин работал исключительно на базе действительно фермерских продуктов. Но довольно скоро магазин заторговал всякой обычной продуктовой ерундой, которая наполняет наши магазины. Но самое главное, что сама форма организации этого торгового предприятия стала вызывать все больше и больше вопросов. Более двух месяцев уже не платится аренда. Не оформлены продавцы законным образом, нет договоров, трудовых договоров и так далее. Соответственно, достаточно сомнительно качество и само наличие санитарных книжек. Не используется контрольно-кассовый аппарат. Практически исчезли из ассортимента, по крайней мере, не превалируют в ассортименте фермерские продукты. В общем, конечно, все очень странно. Казалось бы, бизнес, а на самом деле одни убытки. Огромный кассовый разрыв в магазине, задолженность по расчетам перед поставщиками. А как же так? 15 успешных фермерских хозяйств, госпожа Байкова во главе, магазин в центре Уфы. Очень странно. Кто ответит за все эти убытки? Конечно, эти 15 членов кооператива, которых, кстати, теперь стало 12. Где эти чудесные таланты госпожи Байковой, которые она декларировала в самом начале? В общем, конечно, зачем я об этом рассказываю? Я рассказываю об этом, чтобы подтвердить мои догадки о том, что вся эта кооперативно-фермерская история была фейком. Вся эта история была сделана только для того, чтобы освоить деньги, выделяемые на вот эти гранты. Ну и себе дорогим немножко получить, как в случае с госпожой Байковой и так далее. Я полагаю, что тем, кто пока вывел за скобки внимания к Министерству сельского хозяйства, я имею в виду и Хабирова, и его команду, пора бы повернуться в сторону Министерства сельского хозяйства и пристально присмотреться к тому, что делает господин Фазрахманов. Не надо бояться того, что там впереди у нас посевная, и там кони на переправе не меняют. Я выражу, наверное, консолидированное мнение всех реальных сельхозпроизводителей Республики Башкортостан, что Министерство не работает должным образом, Министерство не оказывает помощи сельхозпроизводителям. Более того, уже все больше и больше раздается голосов о том, что фактически Министерство мешает сельхозпроизводителям. И еще раз повторю, вот на это господину Хабирову стоило бы обратить пристальное внимание. В ближайшие дни мы обязательно будем всерьез говорить о проблеме долевого строительства и вообще строительства в городе Уфе. Время пришло, и пришли там вот эти контрольные сроки, всякие первые февраля и так далее. А сегодня мы расскажем историю про одну из проблем с жильем не в Уфе, а в городе Тоймазы. Там тоже работала, существовала, пыталась реализоваться программа «Жилье для российской семьи». Там тоже пытались расселять аварийное жилье, и вот во что это все вылилось. Начиная с 2011 года, там развивается история с расселением, ну, например, дома номер 48 по проспекту Ленина и некоторых других домов. Но на примере этого дома мы расскажем историю, которая там приключилась. Я буду читать с экрана, потому что это очень подробно описанная в письме история. Тут много дат, цифр, данных и адресов. Чтобы не путаться, я буду поглядывать в экран, так что это немножко будет необычно для нашей передачи. В общем, в 2011 году дом номер 48 по проспекту Ленина в городе Тоймазы был признан аварийным. Хотя вот это признание в аварийности до сих пор подвергается сомнениям самими жителями этого дома и теми, кто участвует во всей этой истории. Дело в том, что, судя по всему, место расположения этого дома было очень заманчиво для дальнейшей застройки многоэтажным строительством. И вот сами акты, которые признавали этот дом аварийным, вызывают массу сомнений. Потому что в них закрались так называемые технические ошибки, которые перечисляет наш корреспондент. Он говорит о том, что там допущены следующие разночтения. В акте указано, например, что в доме деревянные лестницы, на самом деле, они бетонные. Стены, указанные в доме деревянные, на самом деле, они каменные, шлакоблочные. Перекрытия указываются деревянными, на самом деле, они железобетонные. Ну и так далее. То есть, назвать случайными ошибками подобные расхождения между реальной конструкцией дома и тем, что указано в документах, очень сложно. Напрашивается вывод о том, что признание дома аварийным было намеренным. Более того, несмотря на то, что в 2010 году были заменены все трубы водоснабжения и канализации, уже в 2011 году акт местной администрации признает дом аварийным и на основании того, что в нем изношены все вот эти коммуникации, свежезамененные буквально год назад. В письме указывается о том, что жители винят не просто администрацию во всех этих безобразиях, но конкретно, например, госпожу Давлетшину, МГ, которая подписала технический паспорт жилого помещения и, ну, собственно, администрацию города. Дальше началось расселение этого дома, был принят все-таки акт о том, что он аварийный и началось расселение. На это было выделено 28 миллионов рублей, средняя стоимость одного квадратного метра была оценена в 37 284 рубля, что на то время, кстати, было очень немало даже для Уфы. Ну, в рамках строительства и выкупа и так далее. Напомню, это был 2011 год. И для расселения были проведены соответствующие конкурсы, все как положено, заключены муниципальные контракты с ООО СУ-3, были определены сроки контрактов, но, однако, в указанные сроки жилье готово не было, хотя деньги были выплачены в полной мере. Значит, как полагают жители Туймазов, для перекрытия нарушений и фальсификации отчетности о исполнении программы расселения аварийного жилья, чиновники предприняли следующее действие. Они выписали фиктивные акты о вводе в эксплуатацию двух домов, расположенных в микрорайоне Чулпан-2 в конце 2016 года и в середине 2017 года. Жителям рассеряемых аварийных домов в это же время кого обманом, а кого давлением сулили подать на них в суд и так далее, склонили их подписать договора обмена аварийного жилья на недостроенное фактически жилье в микрорайоне Чулпан-2. Ну, тех, кто особенно сильно упирался, их там начали вводить в заблуждение по достаточно нехитрым схемам. Часть особенно упрямых и нежелающих переезжать на таких основаниях начали вводить в заблуждение, подписывая с ними какие-то предварительные договора, из содержания которых следует, что может быть когда-нибудь они что-то там должны получить. Это очень, кстати, напоминает историю с Миловским парком, который сейчас происходит. Ну, уже в мае 2018 года была организована массовая подача судебных исков на тех, кто отказался подписать договора с администрацией городского поселения. То есть уже пошла такая серьезная атака, делалось это с целью того, чтобы запугать людей, вынудить их согласиться с той схемой. Мы же понимаем, что неисполнение контракта, который случилось, я так понимаю, по микрорайону Чулпан-2 в Тоймазах, это достаточно суровое такое нарушение, за которое можно понести очень серьезную ответственность. И чиновники администрации Тоймазов это понимают, потому предприняли массу таких отчаянных действий, чтобы заставить людей переселиться в этот недостроенный микрорайон, недостроенные дома. Но на самом деле, что же не так с этим микрорайоном Чулпан-2? Начнем с истории опять. Начали строить эти дома еще в 11-12 годах, когда процветала вот эта программа «Жилье для российской семьи». Однако в городе Тоймазах жилье для российской семьи спросом не пользовалось. В отличие от Уфы, там не было ажиотажей желающих в нее вступить, достаточного количества желающих. И программа начала проваливаться. Ну, тут администрации города Тоймазов пришла гениальная мысль в голову, что давайте-ка мы туда расселим вот это аварийное жилье, не пропадать же добру. Наряду с этим дома почему-то строятся в санитарно-защитных зонах, где жилье строить вообще запрещено. Находятся дома в 20-50 метрах от крупного птицеводческого хозяйства «Агрогусь» и от «Конюшен». То есть, это в принципе нельзя было там делать, но тем не менее стали делать. По факту сейчас весь этот микрорайон Чулпан-2 состоит из одного жилого дома, готового, и трех в стадии строительства. Хотя, внимание, на бумаге по актам числятся с данными дом-5 по проспекту Победы в 2016 году, дом-21 по улице Кольцевой в 2017 году и так далее. В этом микрорайоне отсутствует необходимая для проживания афроструктура, то есть нет тротуаров, нет магазинов, нет аптеки, нет поликлиники, нет школы, нет дошкольных учреждений. Я уже не говорю про какие-то там спортивные заведения, учреждения и так далее. Чтобы добраться до него, нужно потратить массу сил и денег, кстати говоря. Автобус туда стоит необычные 20-30 рублей, а 60 рублей проезд, ну и так далее. То есть, это очень странное, весьма некомфортное место для проживания, выбранное администрацией Тоймазов именно для расселения туда несчастных жителей. Вот этого как будто бы ветхого жилья. Напомню, что дома, которые сносились по этой программе, вовсе не казались самыми ветхими в Тоймазах. Более того, жители Тоймазов утверждают, что в городе есть значительно более аварийные дома, чем те, которые сносились по этой схеме. Ну, также жители Тоймазов, конечно, жалуются на собственную прессу, но я не стану здесь обижать своих псевдоколлег в том смысле, что, наверное, очень объяснимо то, что муниципальные газеты и местные сайты никак не поддержали жителей Тоймазов в своих проблемах, потому что ведь они так здорово дружат с местной администрацией и так сильно от нее зависят. Значительно более странным выглядит то, что до сих пор толком не среагировала ни прокуратура, ни Следственный комитет, ни всевозможные надзирающие органы, я имею в виду всякие жилкомнадзоры и прочее, и прочее. Но вот эту ситуацию, несмотря на то, что десятки писем жители, попавшие в эту ситуацию, писали и про микрорайон Чулпан-2, и про вот это расселение по странной схеме. Ну, в целом, хотелось бы сказать, что эта ситуация с ветхим жильем, с выделением жилья нуждающимся, наверное, повсеместно примерно одинаковая. Во всех практически районах республики Башкортостан это повод, это зона злоупотребления и глав, и местных архитекторов, и местных строителей и так далее, и так далее. Напомню, что вот мы уже говорили о том, что наряду с тем, что вот так вот это все криво происходит, а у нас, оказывается, сотни миллионов денег деньгами лежат, неистраченных, например, на покупку жилья для инвалидов, для сирот и так далее. В общем, конечно, ситуация абсурдная, и по туймазам я считаю, что нужно правительству, госстрою, а возможно и правоохранительным органам обратить внимание на вот этот микрорайон Чулпан, ровно так же, как это было сделано с историей в Нефтекамске, когда вновь построенное жилье, абсолютно непригодное для проживания, практически насильно заселяли жителей по схеме такой же замены ветхого жилья на новое. Судя по всему, эта картина стандартная и типичная для многих районов Республики Башкортостан.